Здравствуйте! В эфире программа «Герой нашего времени». Сегодня в гостях на ТВ-6 и Археи ТВ музыкальная группа «Луми». Музыкальная группа «Луми» появилась в октябре 2010 года. Изначально это было трое исполнителей. С Ириной и Сергеем Ковальски пел и писал песни их друг Эдуард Лопатенко. Спустя два года он решил покинуть коллектив. И так зародился дуэт. На счету группы немало хитов. «Безопасность на дорогах» и «Снова лето», «Лучший сын и дочь», «Испавить родителям», «Ты мужчина мой». 8 марта этого года выйдет клип на новую песню «Жос Пелерия». В этом году у Сергея и Ирины годовщина, исполняется 10 лет со дня свадьбы. Пара растит троих детей и любит проводить с ними все свое свободное время, смотреть интересные фильмы и пить чай с медом, укутавшись в плед. Ира, Сережа, я рада вас приветствовать. Спасибо большое. Мы тоже очень рады. Давно, кстати, не виделись. Я недавно вспоминала, что мы с тобой виделись тогда, когда я была беременна нашим мальчиком, нашим сыном. Была вторая беременная. Сейчас у нас уже Ангелина. Есть третий ребенок. Доченька 2 года. Представляешь, как давно мы с тобой не виделись? Это было лет 7 назад. Время быстро летит. А ты не меняешься, молодец. Только в лучшую сторону. Вы тоже. Спасибо. А вы только развиваетесь и идете вперед. Да. Кстати, в последнее время вы начали уже выезжать в разные села, города с музыкальными подарками, сюрпризами. Как вообще возникла эта идея? Это первое, да. А второе, нет ли тоски по большой сцене? У нас очень были большие. Да, у нас, в принципе, большие и маленькие. У нас микс такой, если честно. Благодаря, когда закрылись границы как раз пандемии, да, и у нас открылись границы. Открылись в интернете границы. И нас узнало очень много людей с бывшего Советского Союза, стран СНД. И вот мы очень большие концерты давали, можно сказать, на Украине. Да, в Украине у нас было несколько концертов, плюс у нас было еще несколько просто приватных мероприятий в Украине. Это Одесская область, Одесса, Мигово, Черновцы. Сейчас едем, сейчас Ивано-Франковск. Ивано-Франковская область, сейчас тоже там будем выступать, но на частном мероприятии. На большое, на большое. На большое мероприятие. Благодаря перетрансформации нашего творчества, мы, естественно, открыли новые границы для нашей группы и для нашего творчества. Конечно же, первым толчком это был онлайн-концерт, который был посвящен всем нашим соседям. Мы выступили в нашем блоке, это было два года назад, в марте месяце, когда вот это все началось. Никто не имел права, можно сказать, выйти нормально, выйти погулять на улице и так далее. Был карантин, был локдаун введен в нашей стране, естественно. Люди все были в стрессе, в переживаниях, и мы решили как-то разбавить эту картину. Даже вино молдавское не спасало. И слава богу. Мы его не пьем, только по праздникам. Так, пьем чуть-чуть. Каждый вечер. Нет, винотерапия, конечно же, это очень нужна и важна, потому что особенно в данное время, когда, я говорю это так, это натуральный антисептик. Но, вы знаете, благодаря этому концерту у нас было в онлайне почти 8 тысяч человек, его просмотрели люди не только из Молдовы, естественно, наша диаспора, также страны, соседи, Россия, Украина. И после этого наши... Да, для нашей страницы там сколько было где-то? 8 тысяч с половиной подписчиков. Ну, там чуть больше было. А сейчас у нас уже более 600 тысяч подписчиков за вот эти походы. Вот началось все с этого концерта. Но были и те, кто это критиковал, потому что вы были в таких условиях, когда все сидели дома, выходили туда-сюда и писали негативные комментарии. Это второй этап после этого концерта, то, что мы сделали во дворе для наших соседей. Мы на последние деньги купили колоночку, которая... Да, оперативную, беспроводную, да. И мы пошли поздравлять людей. Вот так по домам. Кто-то из знаменитых групп уезжал, там, разные страны, работали на разных работах. А мы, как бы, слава богу, не побоялись, не постеснялись здесь пойти к людям во двора, просто выступать. Одели хирзовые сапоги, да? Каждое село, поселок, где настолько не было, мне кажется, за эти два года в Молдове. Я говорю, мы знаем, наверное, уже все село, и по несколько раз. В каждое село мы заезжали. И это, конечно, чудесно, потому что нам это так понравилось. Оказывается, нам это больше нравится, чем даже какие-то там прям огромные мероприятия, сцены. Потому что... Ну, свадьбы, я имею в виду. Даже, например, на свадьбу мы приходим, да, как приглашенные артисты выступаем, там, 40 минут в программу, поздравляем и уходим. А тут можно оставаться. 35 минут, не что? Нет, 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 дело не то, что можно оставаться, это можно остаться. И они согласятся, и для них это будет тоже награда, что... Но наш гостеприимный народ, они так даже не отпустят. Сто процентов. Но дело не в этом, конечно, так и везде оставаться никуда не успеешь. А дело в том, что ты, когда приходишь на мероприятие, поздравляешь человека, видишь его глаза один на один, да, он начинает плакать, и ты вместе с ним эти эмоции и хорошие, и не очень хорошие эмоции испытываешь. Но ты это всё переживаешь. Это так классно, что ты можешь стать проводником тех людей, которые находятся за границей. Они тебе доверили такую миссию поздравить любимого и родного человека в Молдове. Получается, что мы не просто поздравляем, да, это поздравление идёт эмоциональное, оно идёт душевное. Я к этому отношусь не как к работе, а к своему самому любимому делу. То, что я могу делать и творить на этой земле. И я думаю, что у нас, наверное, неплохо получается. Какие города веселого чаще всего бывают? Чаще всего как-то у нас был один период, мы были... Кстати, это же Аргеевское телевидение, могу вам сказать, на самом деле, очень часто в Аргееве. Да, серьёзно, и Аргеевский район, у нас очень часто Страшенский район, Север Молдовы, но мы не всегда, честно говоря, туда успеваем выбираться, потому что далеко, дорога занимается. Колораж. Да, Колоражский, Новоаненский район, да. А в Кишинёве? Ой, да, про Кишинёв я как бы молчу, это естественно. Мы, если можем брать, если возникает предложение впервые в Кишинёв, мы, естественно, сразу берём Кишинёв, потому что поближе к детям, поближе к дому. И очень часто в Одессе. Да, и в Одессе. Мы, кстати, делали несколько встреч с нашими поклонниками, которые находятся в Одессе, и каждая встреча, она была ещё больше, ещё насыщеннее, ещё больше поклонников. Это, конечно, круто. Замечаешь прогресс. Не так давно ваша дочка Лиза запустила свою песню. Кто вообще был инициатором? Лиза или вы? Вы почему-то так все сразу это вы хотите. Мне кажется, все родители, артисты против того, чтобы дети как-то выступали, как-то вы там находились, потому что это очень тяжело, и это не всем дано. И Лиза, конечно, сама, естественно, была инициатором того, чтобы сделать свой клип, свою песню. Ей, кстати, написал песню наш бывший солист группы «Лумия» Эдуард Лопатенко. Песня получилась такая динамичная, очень яркая. Спасибо, Эдик. Эдик, спасибо. Кстати, очень классный тоже клип, яркий, нам многие сказали, ребята, да у Лизы лучше клип, чем у вас. В общем, да, нам понравилось, ей понравилось, она, когда его увидела впервые, она сказала, мама, хочу, чтобы у меня была ещё одна песня. Надо готовить ещё одну песню. Да, готовься, учи текст, будем писать. И сколько она готовилась? К данному клипу, к съёмкам, она готовилась ровно месяц вместе с танцевальным коллективом «Пикатур Музикали». У них там, получается, девушка руководит всем, Джулия Сандо, она большая молодец, и Лиза за месяц подготовилась. Будущее музыки. Вот за такими песнями? Ой, я надеюсь, что нет. Но, вы знаете, такие песни тоже нужны, потому что не все песни должны носить в себе такой социальный характер, глубокий смысл, иначе мы просто не сможем нормально отвлечься от вообще жизненной суеты. Нам нужна иногда такая глупая музыка для того, чтобы просто расслабиться, ни о чём не думать. А глупую музыку она тоже умеет делать? Да-да-да, между прочим, да, с теми же матами, как говорится, да. Нужно её делать так, чтобы она человека качала. Если она тебе нравится, если ты от неё балдеешь, то, конечно же, почему имеет место быть? Не так давно вы запустили свою песню уже на румынском языке «Ты мужчина мой», кому она посвящена? Каждая женщина, конечно же, когда услышит эту песню, она будет представлять, что она поёт именно своему мужчине эту песню. Я, естественно, спела эту песню для своего мужчины, про своего мужчину. Знаю, что каждая женщина, куда бы мы ни пришли, на любой праздник, концерт, неважно каких масштабов, каждая её поёт. И ещё плюс вам скажу, что у нас в основном был контингент женский, сейчас он добавился и мужчинами. Очень много мужчин следят за нашим творчеством. Уже надо подготавливать песню «Ты женщина моя», да? У нас есть песня «Ах, это дама, дама». Да, у Сережи есть песня «Ах, это дама, дама, свела меня сумма карти, а грамма, мама, мама, зашкаливает, когда я вижу эту даму». В общем, у него тоже есть песня классная. Ну, это я, Польни Ира. Вот так. Сейчас над какими песнями работаете? Ой, у нас есть, кстати, очень много песен, которые мы не выпустили. Мы записали уже на студиях, обработали, сделали классные аранжировки. Записали, кстати, в студии в Бельцах, в моём родном городе, на студии Marula Production. Влад Горман, очень классный парень, у него голова работает просто на 150% в своём деле. Голоса записывает отлично, обрабатывает здоровски. Это первый этап. Аранжировки у нас делают «Санду Горгос», это, естественно, в Кишинёве. Плюс дополнительно мы, бывает, записываем инструменталистов, музыкантов. Это всё требует такой серьёзной… В Бельце тоже, Паша Небесный тоже нам делает аранжировки. Да, Павел Небесный, обалденный. Эдик наш тоже делает демочки там. И текста, Эдик, да. Ну, вот чаще… Есть небольшая команда, есть. Сколько у вас человек? Ну, 6-7 где-то работает. Ну, не считая даже инструменталистов, это вообще много. Недавно у нас появился ещё один член нашей команды, который написал эту песню «Ты мужчина мой». Это замечательная, прекрасная поэтесса Анжела Герман. Благодаря ей, конечно же, вот эта песня, да, стала хитом. Такие классные слова. Глубокий смысл этого текста и аранжировка, ну, аранжировка «Санду Горгоса», но она как композитор, она напев сделала. Потому что текст, может быть, какой бы он ни был распрекрасный, но если напев, например, какой-то не такой, то он не зайдёт человеку как хит. Поэтому она стала автором и напева этой песни, и текста. Поэтому она молодец. Мы написали с ней очень много сейчас новых песен, как на русском, так и на румынском языках. Надеюсь, что… А больше слушателей на каком языке всё-таки сегодня? Я могу сказать, что до вот этой перетрансформации нашего творчества мы в основном выступали у русскоязычной публики. А сейчас, когда наступил карантин, мне кажется, у нас больше… А что касается по Молдове, у нас больше вот какой-то такой молдавской, румынской публики. Что касается «За пределами», да, у нас, естественно, онлайн открылись границы подписчиков, как-то больше из-за границы. Это Украина на первом месте, кстати, потом идёт, кажется, или Италия. Италия, Германия, Россия. Наши молдаване, которые там… Да, диаспора, в принципе. Ну, Россия есть, Азербайджан пишет очень много. Кстати, да, да, да. Армения пишет, Грузия, Белоруссия тоже. Вот мы видим по комментариям. Много наших, которые находятся в Америке. Ну да, там уже, да. Что планируете делать на день не влюблённых и 8 марта? Ммм, что вы планируете там же? У нас есть выступление, если не ошибаюсь. У нас, как всегда, работа. Да, у нас, как всегда, работа. Но 14-го числа мы выступаем на севере, я вот помню. А 15-го мы должны уже быть в Ивано-Франковской области, выступать для прекрасных людей в Украине. Я так понимаю, вместе вы уже 10 лет? 10-й год? Вместе 10 лет, 10-го июня, это со дня свадьбы. Да, со свадьбы. А в сентябре 12 лет, как мы вместе. Вот в чём секрет этой крепкой любви? Вы всегда вместе и не устаете друг от друга. Я тоже всегда спрашиваю. Я вообще всегда думала, что это нереально, что мужчина и женщина, муж и жена работали как-то вместе и не уставали друг от друга. Но пока что 12 лет вместе, а если будет 50, тогда уже ответим вам на этот вопрос. Да, это 10 лет. У тебя это большой срок, но смотришь, он как-то быстро проходит, и выводы надо делать попозже. Да, и думаешь, боже, прошло уже 10 лет со дня нашей свадьбы. И думаешь, а как это? Это на самом деле в один щелчок. Время летит. Конечно, ты когда назад оборачиваешься, думаешь, да, очень много всего про Одино сделано. Плоды нашего, как говорится, брака, трое детей. И поэтому думаешь, да, много чего мы сделали. Но если так взять, человек, когда в данную секунду находится, и говорит, как, 10 лет. Но поэтому для того, чтобы не пролетало это время быстро, ты должен каждый день ценить и благодарить с Бога за то, что он тебе дает. И хорошее, и плохое. Потому что без каких-то испытаний жизненных, конечно, было бы не так интересно вообще жить, мне кажется, когда ты всегда идешь вперед, и что-то тебя там, как говорится, колет. Ай, больно, иду дальше. В общем, это намного интереснее. С Днем влюбленных! Поздравляете друг друга? Поздравляем, да. Ну, у нас, честно говоря, вот просто Сережа не очень любит праздники. Он говорит... Как мужчины все. И дело не в этом. Он говорит, это как-то банально. Все отмечают только, например, 8 марта. Все, 8 марта я своей жене подарю цветы. Так, 23 февраля только сегодня я подарю, то мужу, там, подарок, да, и так далее. Сережа говорит, мне лучше делать почаще сюрпризы, подарки, какие-то хорошие поступки, нежели один раз в год. Вот он говорит, я не люблю банальные праздники. Ну да. А вот так? Выгодно не любить. Для меня, да, потому что я почаще получаю сюрпризы. Как вы считаете, вот смогли бы вы еще с кем-то из артистов, например, скооперироваться и в будущем делать какие-то, вот, не знаю... Коллаборации, дуэты, да? Да, да, да. То есть... Именно вот так вот ты одноразово, либо уже... Да, да, вот как вы ходите из дома в дом. Если да, то с кем бы хотелось? А, если мы ходим из дома в дом, с кем бы? Да, да, например, хотелось ли бы. Нет, не хотелось бы. Нет? Все-таки вдвоем привычнее. Да, ну это сделать какую-то песню совместную, мне кажется, нет. Да, это как-то индивидуально, потому что, например, люди, когда звонят нам на заказы, вот, менеджер разговаривает, она нам всегда передает то, что хотят видеть именно вот Ирину, Ирина Ковальски с такими-то песнями, потому что именно она, там, менеджер говорит, она не может-то, давайте мы вам предложим таких-то, таких-то артистов. Нет, именно она, потому что душой. И, как бы, действительно, я иду на свою работу, не как на работу. Это для меня любимое дело. Я от этого получаю удовольствие, и я знаю, что и человек получит удовольствие. Поэтому у нас как-то все взаимно, люди это чувствуют, и людей не обманешь. А песню с кем хотелось бы? Песню в Дети? Из молдавских артистов. Не обязательно. Из молдавских не рассматриваю. Из-за рубежа мне очень нравится артистка, певица Ани Лорак. У нее очень классный голос, плюс она мне импонирует как человек. Поэтому для меня очень важно, как для артиста, чтобы артист был не просто классно пел, красивый и так далее. Он должен быть в первую очередь человеком, нести какие-то свои правильные ценности. И вот для меня Ани Лорак, она в принципе молодец. А пробовали ей писать? Она один раз устроила конкурс какой-то, я поучаствовала. И, кстати, я была на втором месте по лайкам, по комментариям и так далее. Но меня не выбрали. Но мне кажется, почему-то, как мое сердце чувствует, мы должны с ней встретиться на каком-то таком событии общем, где мы будем вместе что-то петь. А интуиция часто подсказывает вам? Мне? В последнее время почему-то да. Особенно после рождения третьего ребенка. Сережа говорит, ты кушаешь мой хлеб, потому что это обычно я все знаю. Он скорпиона, а у скорпиона больше интуиция развита. Я лев, но все-таки у него тоже это есть. У него есть моменты, местами, но у меня больше почему-то. Хотя раньше такого не было. Клип какой песни планируется в ближайшее время? У нас очень классная вышла новая песня, к 8 марта выйдет, называется «Жоспалария». Это про «Жоспалария» переводится «Снимаю шляпу». Снимаю шляпу перед твоей красотой, перед женщиной. Потому что женщина – это то существо на планете земля, которая вдохновляет, которая может решить все проблемы только своей самой настоящей энергетикой. Доброй, хорошей. Сколько работали над клипом? Или вы еще не сняли? Мы еще не сняли. Это все в ближайшее время. Ой, много чего мало делать. И вроде бы кажется, как мы успеем. И почему-то всегда тут, слава богу, успеваем. Что еще надо успеть? Если много надо делать, что еще? Самый главный проект 2022 года у Семи Ковальских. Да, поехать отдохнуть. Мы же сейчас недавно приобрели дуплекс. Это наша мечта была взять домик, потому что трое деток. Хотелось, чтобы дети как-то гуляли свободно на улице, чтобы за них не переживать. Плюс свежевозг. Когда мы на работе лет. Да, когда мы на работе, они сидят, естественно, в квартире. И это не те условия для маленьких детей. Поэтому появилась возможность взять дуплекс в кредит. И мы это сделали. Он серый вариант. Сейчас у нас идет работа над тем, чтобы его как-то благоустроить. Да, сейчас это очень серьезный процесс. Часто в ремонте. Когда происходит ремонт, люди начинают ссориться. У вас бывает такое, что я это так вижу, а ты так видишь. Понимаете, это раньше в советское время, когда не было и занято. А сейчас в 22 веке или в 21 веке. До второго года. До второго года, 21 века. Сейчас дизайнер, ты все видишь. Да, мы, конечно, молодцы, что, могу сказать, что мы молодцы, что мы наконец-таки взяли дизайнера, который сделает от и до, потому что это намного упрощает тебе задачи, вообще твое время, твои нервы. Это того стоит. Советую всем. А кто в семье главный, в том числе и в ремонте? Ангелина. 100% наша младшая дочка. Ну, конечно, если так взять, я даже не знаю, конечно же муж. Да нет, у нас все. Вообще у нас все пора. Да, у нас как-то все пора, у нас нет кто главнее. Это неправильно. Как появилось строить детей? Сложнее или стало все успевать? Сложнее, наверное, нам эмоциональнее, потому что дети растут, и хочется им больше уделять времени, внимание проводить с ними, да, вот побольше каких-то прогулок. Не всегда получается, и от этого становится грустнее на душе. Ну, у нас есть видеокамеры в доме, и мы следим за ними. Серьезно? Да. Нам очень сильно помогает Сережин папа, наш дедушка. Он такой молодец, ему 72 года, сейчас исполняется 17 февраля. И он вот следит за всеми нашими детками, особенно за самой младшей, два годика Ангелишки. Вот, он молодец. Дай бог ему сил, здоровья, терпения вместе с нами. Я так понимаю, с Лизой уже все определено, Лиза пойдет по вашим стопам? Нет, я не думаю, это просто так. Это нравится? Ей нравится, но это очень сложный путь. Я не знаю, если она его захочет выбрать. Ей нравится сейчас что? Знаете, как дети? О, мы снимаем видосики, внимание. Тикток. Хотя мы разрешаем телефон только по праздникам. Она так и говорит, нет, родители разрешают только по праздникам телефон. Хотя она очень это, естественно, как сидите, любит. Ну, так оно. Но я думаю, что Лиза, у нее очень классно получается танцевать. Она не ходила у нас на танцы, но она вот сама чувствует, у нее есть ритм. У меня такого нету, например, да? У меня талант пения. А у нее одно очень классное чувство ритма, пластика. Она молодец. И очень хорошо получается рисовать. Вы говорите, что все-таки это трудный путь. То есть, по-вашему, если была возможность заново вернуть те годы, вы бы не выбрали эту профессию? Нет. В нашем случае, конечно, в нашем случае, то да. Это другое. У нашего это другое. У родителей все по-другому. Да, вот. Если Лиза захочет, будет тянуться. Мы всегда поддержим, на самом деле. Не, это только ребенок должен хотеть. Если ты хочешь, конечно, давай поддержим, поможем, что нужно. Вкладываем в это образование и так далее. А так просто, потому что мне нравится, хочу быть знаменитой. Она творческий человек. Она может праздники устраивать. Потому что она видит. Сюрпризы, кстати. Сюрпризы тоже. Ведущие мероприятия. Она не то, что ведущая. Организовать что-то. И она всегда нам стол накрывает. Как-то она вот. Видно, что она так. А давай здесь... Очень по-творчески ко всему подходит. Может быть, она тоже будет творческий человек. Но не обязательно в музыке. Да. Песня к 8 марта. У тебя какая приходит на ум? Ну, давай не из нашего творчества. Я без тебя не живу, не пою. Лишь о себе мечта. Красивая. Просто Сережа раньше всегда перепевал песни группы «Руки вверх». А мне почему-то пришла песня на ум. Я люблю тебя до слез. Очень красивая песня, правда? Мне тоже нравится. Как бы вы признались друг другу в любви? Как бы мы признались? Да. Ну, только между нами. Да. В формате песни. А, в формате точно. Так только что было. У нас есть песня, она хочется из нашего творчества. Песня называется «Пирамида». Сережа написал ее. И очень красивая песня, хочется прям вот эту песню. Так бы, наверное, так мы и признались друг другу в любви. Хочешь напеть кусочек? Не-не-не. Ну, нужно. У нас такой формат. Обними меня. Еще сильней. Я искал тебя больше ста тысяч дней. Я хотел умирать, но я встретил тебя. Дай мне руку скорей. От тебя я хочу детей. Не отпускай руку мою, мы успеем подняться, мы успеем спуститься. Жените. Не отпускай, будешь тормить, ты просто люби. Занеси меня в красную книгу, я твоя Хеопса-Пирамида. Очень красивая. Мне нравится. Мне тоже. Песня для наших родителей. Песня для наших родителей. Сессии споет «Родители наши». Помолимся за родителей. Песня из своего репертуара, который я написала сама, посвятила своим родителям. Неуставно прошу я у Бога, подарить им тепла хоть немного. От сердец, что любя воспитали. И ночами порой вы не спали. Вот такой кусочек. Ира, Сережа, я благодарю вас за интервью. Я желаю вам успехов. Спасибо. Конечно же, чтобы, Ира, у тебя получилось спеть «Саньорок». Надеемся. А мне с руки вверх. Я чувствую, что да. А мне с руки вверх. С Сергеем Жуговым. Вот. Мы это ждем. Не раньше была такая мечта, но может быть. Мечты должны вспывать. Спасибо вам. Сегодня в гостях у программы «Герой нашего времени» на ТВ-6 и Архей ТВ была музыкальная группа «Луми». Смотрите нас каждое воскресенье на ТВ-6 и Архей ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова